Безответственное отношение к перевозке детей. Так охарактеризовал ситуацию с джиппингом на курорте начальник полиции Василий Умнов. И ночное ДТП в Бабукауле еще раз показало. Борьба с недобросовестными предпринимателями, которые зарабатывают неплохие деньги, при этом не гарантируя никакой безопасности, ведется недостаточно эффективно. Принято решение создать рабочие группы во всех районах города. В состав войдут полицейские и сотрудники администрации. В зоне особого внимания Лазаревский район и Красная Поляна. Там этот вид экстремального туризма наиболее популярен. Задача – проверить все автомобили на техническую справность. Те, которые не соответствуют, нужно изымать. Закон позволяет. Другие тоже недобросовестные предприниматели рискуют здоровьем своих клиентов, продавая контрафактный алкоголь. Полицейские только за минувший месяц изъяли 35 тонн сомнительной алкогольной продукции. Больше всего в Лазаревском районе. В остальных, потребовал начальник полиции, работа должна быть усилена. Лица, приезжающие в город, отдыхающие, в надежде, что они пьют самодельное вино. Но практика показывает иное. Заводится сюда спирт, он разводится в антисанитарных условиях, добавляются красители, затем идет продажа под самодельное вино. В целом же за первые полгода 2014 года уровень преступности в Сочи снизился почти на 10%, отметили на совещании. А процент раскрываемости идет вверх – 69,3%. Число уличных преступлений сократилось почти на 20%. Эта цифра особенно важна, когда курортный сезон в самом разгаре, отметил глава Сочи. Количество туристов увеличилось почти в два раза на 48%. Это данные аэропорта и ЖД вокзалов. В городе появились новые прогулочные зоны и места отдыха, которые привлекают все больше туристов. Поэтому количество рейдовых групп и мест для патрулирования тоже нужно увеличивать, считает Анатолий Пахомов. Мы, конечно, предприняли все силы для того, чтобы казачество помогало. Сейчас, если понадобится, мы сформируем опять рейдовые бригады со стороны администрации различного уровня, привлечем к этой работе и наши национальные общественные организации. То есть все, что можно, будем сейчас делать. В завершении совещания сотрудников полиции ждал приятный момент. Это присвоение очередных специальных званий. Особо отличившиеся, в том числе за работу во время Олимпиады, получили медали, нагрудные знаки и благодарственные письма от руководства полиции и города за безупречную службу.